А вы замечали, как много в ТикТоке маленьких детей, но уже таких обозленных на эту жизнь, которые матюкаются, которых нет уважения ко взрослым, которые могут писать тебе на ты, а не на вы, потому что их не научили элементарным правилам уважения и поведения к старшим. Как легко они могут написать маты, как легко они могут оскорбить, унизить или ужалить тебя. Вот, собственно, об этом мы сегодня и поговорим. Кто же такие неблагополучные семьи? По закону родители обязаны обеспечивать своих детей, заниматься их воспитанием до достижения ими совершеннолетия. Но не всегда родители это понимают и пускают на самотек воспитание своих детей. И зря. Кстати, за венебрежением родительскими обязанностями предусмотрено наказание. Как выявить неблагополучные семьи, спросите вы? В неблагополучной семье отец и мать не выполняют родительские обязанности или пренебрегают ими. За детьми не следят, не занимаются их воспитанием, нет обычных базовых вещей в доме и продуктов. Физическое и психологическое насилие в таких семьях – обычное поведение. Как правило, в таких семьях родители страдают алкогольной и наркотической зависимостью. Им нет особого дела до детей, им не хочется ими заниматься. Они пускают это все на самотек, что легко можно заметить в ТикТоке. Кто же занимается такими семьями? Как правило, такими семьями занимаются социальные психологи и органы опеки. Они должны остро реагировать на каждое обращение и проверять условия, в которых живут дети. Бывают случаи, когда действовать нужно незамедлительно. Если вы слышите, что у ваших соседей доносятся крики детей с мольбой о помощи, реагируйте быстро, обращайтесь в правоохранительные органы, не стесняйтесь. Именно ваше небезразличие поможет ребенку сохранить психическое и физическое состояние его здоровья и души. И тогда в социальных сетях мы не будем видеть таких злых, обозленных на жизнь деток, а очень милых, счастливых и жизнерадостных.